В мире продуктовой моды новый тренд. Сейчас российские товары воюют уже не с Европой, а со своими отечественными импортозаменителями. Вот и производители нашли новый козырь, которым кроют почем зря конкурентов. Надпись ГОСТ на упаковке. Магия четырех букв творит чудеса. Товар с такой маркировкой дороже и, как всем кажется, качественнее. Все население старше 35 лет. Прекрасно вспомнить, что ГОСТ в советское время это гарантия того, что в этом продукте нет вредных примесей. Эта легенда родом из СССР. Первый ГОСТ был разработан еще в начале 20-х годов на пшеницу. С тех пор в Советском Союзе к единому стандарту старались привезти все товары. И нарушение ГОСТа каралось немыслимо сурово. 1940 год. Постановление президиума Верховного Совета СССР. Директор завода, главный инженер завода и начальник ОТК могли попасть в тюрьму от 5 до 8 лет. На зашлении ГОСТа. Геннадий Воронин. Десятилетие, руководивший ГОСТ-стандартом Сетует. С приходом рыночной экономики строгие, но консервативные ГОСТа перестали быть обязательными. Появились технические условия, разработанные производителями. Сделанные по этой рецептуре колбасы без мяса и прочие ужасы пищепрома навсегда вписали себя в историю всероссийского обмана. Наша страна вообще в отношении ГОСТов на продукцию пищевой промышленности где-то рядом с Лаосом, Буркино-Фасо, Никарагуа. Ну вот мы где-то там. По одной простой причине. У нас соблюдение ГОСТов необязательно. Чтобы проверить, как все на самом деле, вместе с экспертом по сертификации Еленой Бажановой отправляемся в обычный магазин. Здесь слово ГОСТ встречается на каждом пятом продукте. Производители поняли, покупатель в ГОСТ верит. Надо это использовать. Традиционно, именно на тушенке ГОСТ всегда написан на видном месте. Вот, говядина тушеная, ГОСТ экстра, высший сорт. Так совпало, что чаще всего ГОСТом бравируют те товары о подделках, которых больше всего рассказывали по телевизору. Сначала тушенка, потом сгущенка. Они уже, видите, перешли все на этот ГОСТ. Ну и куда же без маркетинговых уловок, а порой и откровенного подлога, как, например, бывает с консервами, иногда ГОСТ указан на банку. Это ГОСТ на промо-паковку. Или когда заветная аббревиатура обыгрывается в названии продукта. И не обязательно товар плохой, просто таким образом его пытаются продать подороже. Ну это манипуляция потребителям. Я считаю, что это на грани мошенничества. А еще удивили прохладительные напитки. Например, тархун. И что же мы видим? С натуральным соком. Простите, с соком чего? Сока не может быть. Наш эксперт, в прошлом технолог на производстве газировки, только разводит руками. У всех тархунов разный состав, хотя ГОСТ почти на каждой бутылке. Но это не совсем тот напиток, что родом из детства. Некоторые производители, даже самых дорогостоящих вариантов тархуна, они позволяют себе, кроме экстракта тархуна, использовать, например, экстракт суданской розы. И ведь, что самое обидное, все по закону нарушений, нет лишь легкое маркетинговое лукавство. А чувство такое, что кто-то взял и это самое детство отобрал. Алексей Квашенкин, Кристина Гершфельд, Александр Муштаков, Александр Карлов. Анатомия Дня.